сегодня настраиваем гидравлические тормоза shimano на вот таких вот тормозных дисках китайских на алюминиевом пауке фирма в принципе без разницы какая в чем фишка они цепляются постоянно то есть они трутся от тормоза и а передние и а задние колодки трутся смотрите какой сильный износ я сейчас с тангеном померил при нормативе 2 миллиметра есть примерно 1516 миллиметров толщина то есть они уже стерлись на четыре десятки металл очень мягкий то есть я сейчас попробовал хотя бы чуть-чуть его поправить он просто гнется как фольга то есть либо эти уже перекаленные стали слишком мягкими сами тормоза сами ротора либо они изначально такие либо вот из-за того что они стерлись они стали намного эластичней и поправить пока ничего не удается честно и новый поставим то что владелец велосипеда принесли новые тоже роторы но вот этот вообще прям гуляет вихляет во все стороны с передним тоже тут пока ситуация непонятная потому что подложено такие шайбочки и говорят что тормоз стоит криво поскольку это rockshocks то у них часто бывает что вот посадочные места немножко неровные то есть относительно оси тормоз стоит немножко под углом и был очень сильно затянут эксцентрик до невозможности это тоже может влиять то есть если сильно затягивать эксцентрик то дуга сама ось она может ставить дугой и тогда ротор тоже соответственно немножко под углом будет стоять относительно тормозной машинки сейчас все это попробую настроить и расскажу в чем тут была причина на самом деле на замену принесли два вот таких вот ротора значит это у нас типа китайский avid поддельный то есть вот она маркировочка еле-еле выгравирована лазером а вот это старой диск на нем даже вообще никакой маркировки нет и он стерся сильнее то есть видите выработку он тоже толщиной 16 а вот этот авид он толщиной 18 все-таки если есть какая-то маркировочка то значит он наверное чуть более качественный то есть даже по металлу видно вот здесь видите шлифовка есть а он на этом металле она вообще другая на какая-то царапинами идет вот так что сейчас поставлю назад наверно вот этот тормоз ротора вот этот поставлю вперед потому что эти вообще их невозможно не поправить ничего не здесь вот люфтят очень сильно то есть идет плавающие элементы не дают нормально настроить чтобы не цепляла клиенту нужно именно чтобы не было шума так то они работают тормозят но вот именно постоянный шум от того что они туда-сюда гуляет и поправить их невозможно поэтому их нужно поменять на что-то более менее другое более-менее ровно и клиент очень активно катается в грязную погоду все очень сильно грязная но при этом от колодки смотрите но еще не впитали в себя масло это задние задние в хорошем состоянии то есть толщина нормально сейчас просто почищу немножко задней калиперы поставлю обратно и настрою а вот передние колодки к сожалению уже подстертый то есть толщина вот этой колодки очень маленькая из-за этого поршня выходит очень далеко еще быстрее пачкаются и хуже работают то есть не отходит назад сначала я почистил посадочное место под диск чтобы никакая песчинка пылинка не попала между ротором и втулкой здесь почему-то используются два разных винта по звездочку и под маленький шестигранник под маленький шестигранник винты были вообще не закручена очень слабо закручена видимо ключик тоненький и у того кто до этого закручивал винты не хватало силы затянуть прокручивались они то есть желательно такие винты заменить либо на звездочку либо под большой шестигранник я как бы сейчас все затянул достаточно плотно то шестигранники хорошие и вот такой таким обезжиривателем соответственно ротор полностью протер чтобы на нем не оставалось ни следов от масла не от рук потому что процессе установки все равно за ротор держишься руками и сейчас буду пробовать настраивать задний тормоз на переднем колесе все то же самое винтики под маленькую головку но вот здесь они были закручены лучше видимо втулка с более жесткой резьбой на двух винтиках уже сорваны шлицы тоже соответственно желательно конечно поменять все это дело почистил посадочное место поставил диск обезжирил и сейчас вот эти вот колодочки передние я поменяю потому что толщина компаунда здесь совсем маленькая посмотреть как мало осталось соответственно колодки выходит очень далеко и поршня выходит очень далеко загрязняются и плохо работают на переднем тормозе колодки я поменяю вот эту можно про запас оставить на когда-нибудь потом что здесь еще половина стерлась а вот это вот уже конечно все тут вообще ничего не осталось то есть для механики вот это еще нормально еще там на месяц хватит покататься для гидравлики вот это вот уже уже критический скажем так уровень для гидравлика колодки менять намного чаще чем для механики давайте посмотрим на посадочные места раз уж тут разбираем значит смотреть снизу сверху у нас имеются и тут такие непонятные чуть не фокусируется вот такие вот зарубы непонятно что то здесь не так сейчас попробую настроить если не получится возможно придется шлифовать тем как настроить тормоза и защелкнуть колеса на сначала успеет обязательно поставить на землю ослабить эксцентрик и чуть-чуть надавить там на руле на сиденье чтобы ось обязательно щелкнулась до конца в посадочные места потому что если она не щелкнется не до конца то колесо станет немножко неровно плюс должна быть повторяемость то есть если вы сюда колесо вдавили полностью дропауты в посадочные места тогда в следующий раз когда вы кольцо снимите потом поставите у вас тормозной диск относительно тормоза встанет ровно а если вы будете делать это на весу то даже ну буквально там пол миллиметра смещения не даст ротору ставить ровно относительно тормоза и еще смотрите вот здесь вот у нас хомуты все на стяжках все тросики все рубашки все на стяжках из-за этого колесо неровно стоит вот я выравниваю его раз видите в бок ведет то есть я выравниваю его раз обратно как-то в бок ведет то есть потому что ты тут все перетянуто и тяжело даже рук крутить из-за того что все это на стяжках и рубашки они как бы пружинят и не дают выровняться колесу нормально ну чтож тормоз удалось настроить достаточно быстро очень хороший ротор такой достаточно жесткие при этом эластичные то есть и поддается правки но в то же время не слишком мягкий то есть он гнется надо усилие приложить чтобы его поправить все зазорчики идеально ровные после чистки поршня ходит хорошо то есть все работает ничего не цепляет ну вот минут на 15 я потратил чтобы привести все это в порядок именно настройка и правка ротора еще что важно сейчас на улице у нас там вообще зима 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 там 17 градусов мороза соответственно масло густеет в помещении у нас сейчас на данный момент вот минус 2 поэтому тормоза работают наверное не очень идеально потому что масло загустевает чуть-чуть и поршня расходится соответственно хуже чем если бы это было летом с учетом того что человек будет кататься вот такую же грязь такую же холодную и грязную погоду то качество тормозов к сожалению будет не очень хорошая плюс будет грязь попадать опять и под колодки и на ротор и все это будет опять в масле ни к чему хорошему по катушке к сожалению не приводит такую погоду все теперь занимаемся передним тормозом типичное неудобство если здесь у нас установлен багажника и очень сложно туда подлезать и закручивать все это дело то впереди у нас конечно же установлена датчик скорости причем со стороны ротора со стороны машинки то есть туда вот сверху очень удобно никак заглядывать поэтому ну ставьте блин датчик скорости с той стороны не страны тормоза потому что это вот не очень правильно скажем так и уменьшает скорость и удобство настройки даже вам так еще у нас производители очень любят делать очень короткие винты то есть посмотрите вот насколько винт выходит всего на 5 миллиметров из хотите как шайбочку согнула из-за вот этого посадочного места винт выходит всего на 5 миллиметров резьба очень глубокая поскольку дорог шок здесь очень мягкий алюминий затягивать нужно совсем совсем легонечко иначе сорвет резьбу и вот там видно сейчас я попробую включить подсветочку эти там первых витков уже нету уже все это нафиг сорвало поэтому лучше использовать либо длинные винты либо уже старые стальные футорки поэтому затягивать нужно очень осторожно чтобы не испортить клиенту вот эти вот посадочные места то что держится все это там буквально двух винтах сейчас я попробую настроить но мне кажется что придется скорее всего трасовать вот этот вот выступ то что он какой-то вообще непонятный зачем он здесь так в общем то я понял в чем здесь проблема вилку клиент упал был ее потом перебирали обслуживали другой мастерской значит смотрите я максимально сдвинул машинку тормозную в сторону колеса вглубь но при этом но при этом зазор со стороны внешней очень большой а со стороны внутренней ротор трется о колодку и поршня достаточно сильно вышедшие наружу что это значит это значит что вот я не знаю как сейчас мне вот этот тормоз настрой чтобы он смотрел туда вглубь то есть слишком большой зазор снаружи и слишком его отсутствие зазора с внутренней стороны так ну и плоскость конечно у нас тоже кривая то есть торцовок у нас в городе к сожалению нету что это не дофигища там что-то 15000 и при стоимости работы 100 рублей они никогда не окупятся есть напильник вот я сейчас прижал напильник вплотную диску то есть создал плоскость и пытаясь сюда вот его прижать вида да какие там зазоры как все это гуляет но это и одной рукой делаю двумя руками там еще хуже все получается вот к сожалению плоскость неровная у меня больше всего смущает посадочное место то есть если я надеваю тормоз по посадочным местам он трется а внутреннюю колодку попробую сейчас все равно все это настроить смотрите насколько там глубоко нету резьбы бедная вилочка побывала в каких-то видимо переделках так я поражаю сколько у меня терпения в школе бы мне такое терпение я бы на умным был а не вела механиком значит все ротор полчаса я поправил все выставил зазорчики идеальные уже раз 20 на тормоз нажал колодки ходят значит немножко с верхним проблем к видим он кривой пристам резьба сорвана то есть ну затягивается хорошо если главное не соси дури тянуть но уже опасно вот это место скорее всего может быть через годик через два сюда стальную футурку вставим если это будет необходима клиенту тормоза работают ничего не чиркает ротор я поправил значит что я сделал я снаружи поставил новую колодку а изнутри поставил старую колодку та которая была меньше стерта который еще дольше походит и за счет этого выровнялась скажем так вот это положение но все равно по хорошему по хорошему нужно будет чуть-чуть ушка растачивать примерно на миллиметр на душка расточить если ставить новые колодки чтобы машинка тормозная села глубже туда внутрь колеса сейчас к сожалению если ставишь новые колодки то вот такая вот ерунда происходит но опять же переднее колесо служение будет долго к тому времени как сотрется вот эта вот колодка внешняя его можно будет переставить на ту сторону сюда поставить соответственно вторую половинку которая клиенту также отдам вот вот эта штука конечно здесь вот мешает ее бы лучше на ту сторону перекинуть все тормоза настроены по работе что тут у нас 200 рублей получается настройка тормозов чистка машинки замена ротора обезжиривание ротора правка ротора в общем 200 рублей за каждое колесо я возьму но по времени грубо говоря вот ну наверное около часа у меня ушло на каждое колесо что все это отмыть почистить поменять настроить смазать и самое главное отрегулировать ротор потому что он немножко кривой вот такой ключ для правки ротора удобная резиновая ручка но пользуюсь я только вот этим пазиком этими двумя не пользуюсь они как вообще не нужны и соответственно мы свои тоже ключи такие стали делать вот там вот видите висят по серединке они шире по толщине металла чем вот этот и вот здесь паз я помню 2,2 миллиметра у нас по-моему 2,1 они плотнее входят и более четко сгибают ротор как вам необходимо так что вот так но единственно что у нас резиновой ручки нету надо изолентой синий обматывать наш логотип чтобы был не видно в вашей мастерской все готова звоню клиенту вот и вот и Субтитры сделал DimaTorzok